Добрый день! Христос воскресе! Воистину воскресе! Игнатий Тихонович, мы звоним из Катарстана, из города Нижнекамска вдвоем. У нас есть желание такое, конечно мы сомневаемся очень сильно, съездить, приехать к вам на крещение. Что нам для этого нужно? А вы выйдите на Вячеслава и на Елену Гладущук. Вот я тебе сейчас только разговаривала. Вот, я вам вышлю тогда, что нужно, она знает прекрасно. Вы на крещение готовитесь? Да, да, да. Да, но идут занятия к оглашенным, чтобы вас подключили. А, занятия к оглашенным. Занятия идут специально, а потом уже с 16-го будет крещение, а в 15-го, ну, церковно-приходские советы, вдруг общин, будут задавать вопросы. Рекомендательный характер носят. Мы батюшке отдаем, а он сам решает. Что взять? Ну, нужно взять, я наказываю всем, чтобы взяли две простыни, потому что мы там затруднения со стиркой-то, а каждый на своем, не на чужом спит. На оболочку взять, все. Халат шить белый, чтобы почти до полу был. С рукавами, ну, и все там остальное. Платки были у вас. А у нас, видите, как одевается? Побонник и второй платок. Ну, и все. Остальное, тут ничего такого нету. Если хотите, чтобы... Это июль у нас будет. Нынче, видите, опаздываем, уже постное будет. Нужен мед из себя достать. У нас алтайский мед славится. По соседнюю деревню вас возят. А то есть мед можно будет купить там, да? Да, мед. Мед. Первая очередь, что это самый настоящий мед. Не так, что сахар, сироп сварят и дают. Это человек, который жил по Теряевке, а потом он переехал и там был директором. Это человек близкий очень нам. Там все по совести. Бывает, надо там достать еще перги или там пчелиные, что-то еще там, пыльца. Там все можно найти у него. Все можно. Да. Очень хорошо. Ну, чтобы деньги у вас с собой были. А остальное у нас тут... Ну, что-то отдельное, если покупают, нет. Хлеб поедете, тут где-то маленько взять можно будет. Обувь какая. Переговорите с ними, с сестры, которые едут. А вы Хапилину-то знаете Валентину в Казахстане? Нет, я знаю только Елену Александровну. А вот вы познакомьтесь, у нас есть из Капилина Валентина Сергеевна. Она ведет, утром считает. Ну, там у нас снова завета, там надо считать будет. Она приезжала, их компания была целая, там принимали крещение. Мы книги вас выписали, отец Игнатий Тихонович. Мы ваши книги выписали. Вон как. И все, и оком, и оком, как это называется, в общем-то, как это называется. В общем, все книги выписали, читаем. Сейчас готовится к выпуску у нас четырехтомник, это трехтомник был, четырехтомник, проповеди в стихах. Это вообще никогда нигде не было во всем мире этого. Проповеди в стихотворной форме, примерно три тысячи проповедей. Четыре тома, каждый том, 882 страницы и 96 страниц светные фотографии. Вот уже на этой, на следующей неделе уже будут договариваться оплачивать. Цены просто взвинтили, не подойдешь. Но Господь помог. Опять же, которые прежде что-то платили, мы все туда идем. Нам в руки ничего не попадает. Но зато это не на один день. Потому что эти книги полные комплекты. Мы в миссионерской поездке ездили, доехали до Тихого океана, а потом до Атлантического, Португалия. Скандинавию прошли, Прибалтику, Север, Турцию. 650 библиотек получили от нас полный комплект. А полный комплект 750 евро. Нам это обошлось 35 миллионов рублей. Этого никто не сделает. Это Господь делает, это не мы, это милость Божия такая. Тысячи вопросов, тысячи проповедей. Ну это, это Господь все делает. Он избирает негодный сосуд и его обмолаживает. Да, да, да. Вот так. Ну ладно. Ну давайте познакомьтесь поближе с Вячеславом, что нужно ответить. Ко мне обратитесь, тогда они знают, я все сказал, это главное. Да, Вячеслава я знаю. Ну вот, вы можете приехать пораньше, если не торопитесь. А если пораньше приедете, можно взять с собой резиновые сапоги. Потому что бывает дожди и слякоть. Платочки носовые, чтобы обязательно были. Да. Ну, собственно, белья и... Ну, я говорю, по путевке, как в лагерь ездили. У вас ребятишек-то нету привезти кого? Нет, у нас, знаете, у нас, Игнатий Тихонович, была православная детская певческая школа, 8 лет. Но во время пандемии у нас ее закрыли. Вот, была... И был лагерь, очень похожий на ваш лагерь. Я с детьми ездила одна, все делали мы там сами. В общем, я когда ваш лагерь увидела, ну, обрадовалась. Потому что у нас сейчас, знаете, какие лагеря? Вот, там у них техничка, там, и все это за ними делают. И детям там делать нечего. Вот у нас, у нас похожий на ваш лагерь был. Ну, лагеря сейчас нету. Это так, что вы приехали с родителями, с бабушками. Привозят ребятишек-то. И поэтому лето они, говоришь, отдохнули бы. Далее, они посмотрели, что такое дисциплина, с ними позанимались. Вот, если будет возможность, берите. Ну, у меня вот детей больше нет. У меня дети и внуки уже взрослые. Да, может быть, у кого-то там еще близкие ваши. Можете взять. Можно, разрешаем. Хорошо, хорошо. Все, с Богом. Больше нет вопросов? Нет, Тихонович, благодарим за приглашение. Благодарим. Слава Христу. Слава. Очень рады. Благодарим. Ну, это Господь делает так. Ему слава. Благодарим. Спасибо. Спасибо, Христос. Все, отошел. Благодарю. Спасибо.